МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Первую лекцию у нас прочитает Полина Евгеньевна Шустова. Она хранитель этнографического музея Казанского федерального университета. Тема ее лекции называется «История туфелики китайской принцессы». А я сейчас приглашаю на сцену Полину Евгеньевну Шустову, хранителя этнографического музея Казанского университета. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь. Итак, действительно, сегодня мы с вами будем говорить о обуви. Но зачем, казалось бы, нам о ней говорить? Правда, я ношу обувь каждый день, вы носите ее. Все люди на планете носят обувь буквально каждый день. Но мы же с вами в детском университете, поэтому мы с вами будем говорить не о простой обуви, а о традиционной обуви народов мира. В июне этого года у нас в этнографическом музее состоялась выставка, посвященная этой обуви. И у нас с вами есть ролик, мы с вами сейчас его можем посмотреть. Сотрудники этнографического музея КФУ уверены, что народный костюм – это не просто одежда, а целая система, в которую закодирована важная информация о человеке. В давние времена такая, казалось бы, незначительная деталь образа, как обувь, могла многое рассказать о человеке. Возраст, социальный статус, национальность. Специфику обуви разных народов мира раскрывает выставка «Два сапога пара». Здесь представлены и русские лапти, и татарские ичиги, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. А экспонаты, вызывающие наибольшее недоумение, порой и ужас у посетителей выставки – так называемые китайские ножки лотоса. Дело в том, что в Китае с 10-11 веков начинается традиция ментования детских ножек. В 3-4 года девочки ломали пальцы, прилежащие к ним кости, закручивали их определенным образом, большой палец оставался в центре. 3-4 года примерно девочка должна была проходить через эти мучения, но нога ее сохранялась очень маленькой. Дело в том, что в Китае это символизировало женственность. То есть такая девушка, которая не может сама ходить, передвигаться, а только семенит. Стоит отметить, что таким мучением своих дочерей подвергали в основном представители аристократии. Оттуда же и пошла китайская пословица – мать не может любить одновременно свою дочь и ее ногу. К слову, увидеть ножки лотоса в Казани можно только в КФУ. У этнографического музея богатый фонд, уходящий корнями во времена основания Казанского университета. Прадедушка нашего музея – кабинет редкостей, который был основан в 1815 году. И сюда, ну, своего рода кунсткамера казанская. И сюда как раз приводили вот такие, приводили редкие, нехарактерные для данного региона вещи. И сейчас музей тоже пополняется экспонатами из этнографических экспедиций, приводятся какие-то вещи для дальнейшего изучения и для такой вот наглядности. Своими глазами оценить выставку «Два сапога пара» могут все желающие до 30 сентября. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Итак, говорить о обуви мы сегодня с вами будем в рамках науки этнографии. Но что такое наука этнография, для чего она нужна и кто такой этнограф, давайте в этом с вами разберемся. Этнография – это наука, которая изучает народы, их традиции. Ну, например, как люди в разных частях света отмечают день рождения или свадьбу. Конечно, этнография также изучает быт народов, их повседневную жизнь. Ну, например, какую еду они едят. Мы с вами знаем, что национальной едой у татар, национальной сладостью является чак-чак. А таких народов у нас очень много. Конечно, этнография изучает культуру. Например, какие национальные песни поют люди, какие танцы они танцуют. Ну и, конечно, одежду. Ведь традиционный костюм – это неотъемливая часть культуры любого народа. Почему этнография важна? Вот, давайте посмотрим. Нас сейчас в зале много. И у нас есть, я уверена, есть и татары, есть русские, есть узбеки, есть чуваши, есть морейцы. И еще много-много народов. И это все только в одном маленьком зале. А давайте посмотрим на карту мира. Везде живут люди. Красным отмечена наша с вами родина – Россия. А вот маленькую точку, которую вы можете там увидеть – это наш с вами Татарстан. Представляете, какой он маленький? А давайте пофантазируем. Вот в этой маленькой точке есть еще более маленькая точка, в которой находится наш с вами город Казань. А внутри него есть совсем незаметная песчинка для всего мира. Это наш с вами зал Уникс, в котором мы с вами находимся. И представляете, здесь сейчас, я уверена, больше 10 народов представлено. А представляете, сколько их во всем мире? В России 200 народов проживает, более 200, а во всем мире более 2000 народов. И вы представляете, все они говорят на разных языках, все они едят разную еду, у всех у них разная культура. Поэтому, конечно, народы необходимо изучать, чтобы понимать друг друга. Что такое этнография, мы с вами поняли, да? Так вот, в Казанском университете есть кафедры археологии и этнологии, в которой изучаются народы мира. И не только. И, конечно, есть этнографический музей, в котором хранятся различные коллекции, в том числе та редкая обувь, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Более того, у вас есть сегодня редкая возможность увидеть настоящие экспонаты из нашего музея. По мере прочтения лекции я буду показывать вам и рассказывать немного о них. Итак, перейдем непосредственно к нашей теме, к обуви. Посмотрите сейчас внимательно на вашу обувь, на вашу и вашего соседа. Какая она? Кто мне может сказать? Теплая, удобная. Это вы достаточно. Ты совершенно прав. Обувь у нас теплая и зимняя, потому что у нас с вами сейчас зима, холодно, нам нужно утепляться. Но ведь есть в мире территории, где всегда жарко, и снега там никогда не видели, и теплая обувь там не нужна. Ну, вы хотите сказать какие-то регионы? Да, это Африка, Южная Америка, Австралия, Океания. Извините, пожалуйста, а вот для чего нужна обувь? Об этом я тебе сейчас расскажу. А ты без обуви ходишь, да? А вот ты нам сам ответь на этот вопрос. Вот для чего нужна обувь? Подайте ему микрофон, пожалуйста. На тебе сейчас какая обувь? Крокодиловая. Ясно. А для чего ты ее надел, эту обувь? Объясни нам, пожалуйста. Может быть, чтобы сохранить чистоту своих ног? Ясно. Ну, наверное, не только для этого, для того, чтобы не замерзнуть. Да, совершенно верно. Итак, вы знаете, когда появилась первая обувь? А я вам скажу, первая пара обуви появилась на Земле 26 тысяч лет назад. Вы представляете, как давно это было? Да, у нас здесь есть комментарий, видимо. Эту пару обуви нашли в Армении. И наверняка этот возраст был определен методом радиоуглеродного датирования. Ну, не совсем эту пару обуви нашли в Армении. В Армении нашли обувь, которая насчитывает 5,5 тысяч лет. И совершенно верно, ты ее видишь вот на экране с правой стороны. Она сделана из кожи. У микрофона. Длиной у нее была 24 сантиметра. А внутри у нее, видите, есть солома. Для чего нужна была солома? Солома, наверное, для того, чтобы было теплее или мягче. Да, совершенно верно. Раньше у людей не было носков. И поэтому они подкладывали в обувь солому, чтобы им было мягче и теплее. Ты совершенно прав. Есть еще одна обувь, которая насчитывает 9 тысяч лет, которую нашли. И сделана она была из травы. Из плетеной травы это были первые сандалии, которые нашли археологи. А вообще, для чего была обувь? Она, да. Носки появились в 16 веке. Молодец. Я смотрю, ты не первый день посещаешь детский институт. Тут все народ подготовленные. Да, подготовленные ребята. Обувь для того, чтобы и ноги не повредить, и не замерзнуть. Потому что по камням люди иногда ходят. Если босиком, ноги болят. Я думаю, что сандалии носили, ну, как-то для красоты. Их же не все бегите носили. Цари там или князья какие-нибудь. Ну, члены высокого сана. Ну, ты абсолютно прав. Действительно. Сначала обувь появилась для того, чтобы защищать ноги человека от холодной земли или, например, горячего песка. А уже потом обувь была создана для красоты. Ее стали украшать. Это был небольшой исторический экскурс, как появилась обувь. А теперь давайте перейдем уже непосредственно к нашей обуви традиционных народов мира. Традиционные обуви. И приблизимся немножко ближе к нашему времени. Как вы думаете, какую обувь носили в России 150-200 лет назад? Практически все население. Вот тут очень много рук. Ну, мне кажется, это были сапоги, состоящие из кожи. Не совсем. Я думаю, что, по крайней мере, в России обувь была из кожи и были лапти. Совершенно верно. Я вам хочу сейчас рассказать о лаптях. Вот, посмотрите, пожалуйста, на экран. Дело в том, что кожаная обувь могла позволить себе не все население, потому что основное население жило не в городах, как мы сейчас с вами, а в деревнях и занималось сельским хозяйством. Из чего делали лапти? Из древесной коры. Это был очень дешевый и легкодоступный материал. Поскольку раньше, и, как я уже сказала, население жило в деревнях, была возможность изготавливать обувь из того, что было под рукой. И вот как раз древесная кора очень для этого подходила. Материал этот был очень простой. На заготовки выезжали практически всей семьей. Ведь дети раньше, уже с шести лет, обладали всеми качествами и выполняли работу за взрослых людей. В частности, ездили на заготовки за древесной корой. Итак, сырье добывали в лесах. На заготовку выезжали всеми. И когда выезжали? Всей семьей выезжали в основном, когда на деревьях уже появляются первые листочки. Такая древесная кора считалась самой лучшей для изготовления лаптей. Плептением лаптей занимались в основном мужчины взрослого возраста, дедушки. Хотя лапти умели плести абсолютно все. И даже появилось выражение «Лапти плести – не дело вести». Ну, то есть, означало, что это очень просто. Орудия для плетения лаптей были достаточно тоже простыми. Это был кочедык. Его вы можете видеть в углу такой загнутый ножичек. Это был нож и колодка. Колодка наверху справа изображена. Лапти плели, начиная с задней части. Плели сначала подошву, затем вставляли колодку и загибали уже нос. В повозже лапти были разные, но все они были с низкими бортами. Видите, у них очень низкая данная часть. Как крепились лапти на ноге? Вот такие вот веревки тоже изготовлялись из лыка. Лыка, прежде чем изготавливать лапти, отмачивали, чтобы оно было более мягким. Вот такие лапти носили абсолютно все. Иногда вниз клали также траву сухую, как мы с вами говорили, или бересту, вот как у нас с вами здесь представлено. Я думаю, что так как лапти носили обычно очень бедные люди, из-за этого появилось выражение лыкомши, то есть очень такой простой человек и легкий. Потому что лапти, они были предназначены для лета, потому что это очень легкая обувь и в ней удобно там бегать или хозяйственными делами заниматься. Большое спасибо за комментарий, это было действительно так. Но, как я говорила, кожаная обувь была дорогой. Иногда самые бедные слои населения насеяли лапти даже зимой. Для этого вместо носка они перематывали ноги очень плотной тканью, чтобы нога не замерзла. У меня есть такой вопрос. А кто придумал лапти? Это очень интересный вопрос. Лапти придумали настолько давно, что определить автора уже невозможно. Это делали абсолютно все люди и, конечно, появились они не где-то в одном конкретном месте. К изобретению лаптей пришли сразу из нескольких регионов России и вот так постепенно они распространились по всей России. Почему лапти начинали плести не с носка, а сзади? Ну, сзади. Это был наиболее удобный вариант плетения лаптей, чтобы носок был ровный и передняя часть была ровная и аккуратная. А кто первый изобрел кожаную обувь? Ну, это тоже очень сложно определить. Я вам уже сказала, что первая кожаная обувь появилась более 5000 лет назад. И, конечно, определить конкретного автора и человека очень сложно. И потом, тоже как и с лаптями, кожаная обувь появилась не где-то в одном конкретном месте, а в нескольких местах на территории Земли. Так, продолжаем дальше. Итак, из бересты, дерева и лыка плели не только лапти, плели также и другую обувь. И давайте посмотрим. Обратите внимание, с левой стороны у нас представлены так называемые мокроступы. Сейчас я вам их тоже покажу. Это мокроступы из нашего собрания. Почему они называются мокроступы? Мне кажется, что ими ходили по воде и они были как боты. Ну, сейчас же есть боты, а тогда не было. И тем более, что боты, они из кожи делаются. Тогда, вы сговорили, кожаная обувь была очень дорогая. И эту обувь предназначалась, чтобы ходить по воде или в лето, в дождливую погоду или осенью. Действительно, по воде в ней никто, конечно, не ходил. Но вот в дождливую погоду, когда размывало дорогу, ведь асфальта тогда не было, надевали вот такие мокроступы. Потому что, если вы пройдетесь по мокрой дороге в грязь в лаптях, конечно же, их можно будет сразу выкидывать. Поэтому, вы видите, у нас лапти напоминают уже форму галош, которую, возможно, видели, когда ездили в деревню. Да. И у него есть деревянная подошва. Так было удобнее ходить. Но такую обувь использовали не только у нас на территории России. Обратите внимание, с правой стороны вы видите такую необычную обувь синего цвета с цветочками. Это тоже мокроступы, но немножко другой техники изготовления. Их надевали на территории Азии, например, в Узбекистане или Казахстане. И если присмотритесь, увидите, что у них причудливая форма. У них три каблука. Один сзади и два спереди. Если их перевернуть, то подошва у них немного напоминает свинюшек. Очень милая обувь. Да, девочка на первом ряду что-то хочет нам сказать. А зачем мокроступам там три каблука? Это было очень удобно. Смотри, если у нас будет три каблука, то обувь у нас как бы поднимется над поверхностью. И если пройдет дождь, то наступать в грязь ты будешь только тремя каблуками. Соответственно, их проще очистить, и нога у тебя точно не испачкается. А как встыну солома не резала ноги людям? Интересно, как же солома не резала ноги? А лапти и солом надевали не на басую ногу, как принято говорить, а перематывали ногу тканью, поскольку носков не было. Зимой это была более плотная ткань, летом более легкая. А вот на вот этих мокроступах, которые сверху вправят, на них обучали ходить? На них ведь, я думаю, на трех каблуках сложно. Нет, на самом деле... Можно было упасть и еще больше намочиться. Они были очень устойчивой формой, разумеется, люди всегда совершенствовали технику изготовления, довели ее до такой, что на них можно было удобно ходить, и никто не падал. Вот из чего вот эти, которые на слонов, похоже, сделаны? Они тоже сделаны из дерева. Итак, а внизу на картинке вы видите другую деревянную обувь, вы видите такие башмачки, их я тоже вам покажу, они тоже есть у нас в музее. Вот смотрите, такие башмаки абсолютно полностью сделаны из дерева. Их носили в Европе, и в зависимости от того, в какой стране они были распространены, они имели разное название. Ну, например, это были саба, кломпис, клумпы, и все это название одной и той же обуви. Она полностью деревянная и делалась из единого куска дерева. Вот можете с правой стороны посмотреть на картинку. Постепенно сначала ей придавалась форма, а потом уже убиралась внутренность, чтобы положить туда ногу, чтобы их носить на ноге. Итак, как вы думаете, из чего еще могла изготовляться обувь? Помимо дерева, лыка, кожи? Из кожи? Почери, пожалуйста. Из шерсти. Вот из кожи близко, но из кожи какого? Из шерсти. Чего? Из шерсти. Из шерсти тоже могла. Так, еще варианты? Мне кажется, из коровьей кожи делали ботинки эти. Да, в том числе и из коровьей кожи. Так, еще, пожалуйста, да. Мне кажется, что из камыша. Из чего? Из камыша. Из камыша, совершенно верно. Обувь тоже делали. Мне кажется, еще что из глины делали обувь. Ну, такая обувь была, к сожалению, очень недолговечной. Мне кажется, ее могли делать еще из замши, которая внутренняя часть кожи. Да, совершенно верно. Была специальная обработка кожи, которая придавала вот ей такую, да. Я хотела спросить, а вот макроступы вот с башмачками вот этими было... Я слышала то, что лапти, они были недолговечные, а макроступы с башмачками, они подольше держались? Да, лапти были действительно недолговечные. Мужчина, когда летом активно работал, мог износить одну пару лаптей буквально за два дня. Макроступы были гораздо более долговечные, потому что дождь шел не каждый день, но в крайнем случае заменяли нижнюю подошву, ее очищали и потом использовали снова. Поэтому это было более долговечно, да? Я думаю, то, что эту обувь еще мы могли делать из шерсти барашка. Итак, вариантов очень много и на самом деле все они правильные. Но еще, ребята, одежду и обувь могли изготовлять из кожи рыбы, представляете? Это была очень интересная техника, распространена она была на территории Северной Америки и у нас на территории Сибири и Дальнего Востока. Для того, чтобы сделать из них обувь, была специальная технология изготовления такой кожи. Рыбу сначала сушили, потом снимали с нее кожу, снова сушили, затем при помощи специального приспособления ее сминали, чтобы она была помягче. И затем уже из нее могли изготавливаться. Вот, посмотрите, у нас есть сапоги, и вот эта часть, самая яркая, представленная здесь, она как раз сделана из рыбьей кожи. Это был очень популярный на территории Сибири материал. Так, еще какие вопросы? Мне кажется, что... Ну, я хочу ответить на вопрос, почему в Сибири так это популярно. Потому что в Сибири там достаточно крупные рыбы, такие как сазан, сом там. Ну, и из-за того, что большие рыбы, и сапоги, наверное, держались дольше, и кожа у рыбы была толще, и грела. Обувь пахла. Обувь не пахла. Ее обрабатывали несколько раз, поэтому она была совершенно нормальной, без запаха. Итак, давайте продолжим. У нас осталась последняя тема, которую нам с вами обязательно нужно обсудить. Люди разной культуры, разной народы, и носили обувь по-разному. И не только обувь была разной, но и даже способы ее ношения. И вот в нашем этнографическом музее хранится очень обычная туфелька. Посмотрите, какая она маленькая. Видите, она помещается у меня на ладони, даже чуть меньше. Эта туфелька не маленькой девочки, а у взрослого человека. И не просто человека, а туфелька китайской принцессы. Настоящая туфелька, которая... Настоящая принцесса, которая жила в 19 веке. Итак, девочке в 3-4 года в Китае, очень древняя традиция, которая начиналась буквально с 10 века, девочкам в 3-4 года помещали ноги в горячую воду. Затем, представим, что это нога, 4 пальца, кроме большого, загибали к пятке. И оставляя большой. И так ногу бинтовали. Потом заставляли девочку ходить. Так она ходила около 3-х лет. И затем нога ее становилась совершенно маленькой. То есть буквально, как она была в 3 года у девушки. Для чего в Китае это делали? Казалось бы, довольно странная традиция, да? Но у них это считалось символом женственности. И, конечно, такие ноги были в основном у аристократии. А почему? Потому что крестьянские девушки не могли позволить себе не работать. Им нужно было работать в поле. А вот девушки из аристократии, из богатых семей, они весь день рисовали, музицировали, то есть играли на разных музыкальных инструментах, встречались с подругами. Поэтому им практически не нужно было ходить. Ну и, конечно, такие девушки не могли передвигаться практически. Сейчас, секунду, я увижу твою руку. Они практически не могли передвигаться. Их либо переносили на подушках, либо они шли, под руку их вели две помощницы, и шли они с тросточкой. Пожалуйста, твой вопрос. Зачем ломать ноги вообще, если можно ходить с нормальными ногами в нормальной обуви? Вот, для нас с вами это кажется странным. У них это древняя традиция. И такая нога считалась очень красивой. Ребята, вот основное, что нам с вами нужно запомнить на этой лекции. Что народов очень много, и культур очень много. Но мы с вами живем на одной земле. Поэтому, чтобы сохранить и жить в мире, нам нужно изучать другие народы. Нужно знать их традиции, чтобы для нас это не было шоком и потрясением. Да, давай. А зачем? Ну, как они изготавливаются, вот эти туфли? Эти туфельки, поскольку туфельки начали изготовляться давно. Сначала делали ремесленники, а затем уже открывались даже настоящие фабрики по изготовлению такой обуви. И, кстати, последняя такая фабрика закрылась буквально 18 лет назад, в 1998 году. Давайте дадим девушке вот в свитере ментолового цвета. Почему именно с трех лет начинали девушке ломать ногу? Потому что идеальная нога считалась 8-10 сантиметров. Именно в возрасте 3 года у девушек такие ноги. Вот поэтому с этого времени начинали их пинтовать. И нога в 10 сантиметров называлась ножкой лотоса. Да, пожалуйста. А для чего они все это делали? Я уже об этом говорила несколько раз, потому что это считалось красивым, и такая нога считалась женственной. А девушка хрупкая, беззащитная, которая всегда нуждалась в поддержке, вот была такой эталоном женской красоты. Китай самая большая страна, как бы. Нет. И, в общем, там у людей очень маленькие ноги, поэтому они носят очень маленькую обувь. Но действительно, с антропологической точки зрения, в Китае живут не самые высокие люди с большими параметрами тела, но не только поэтому они носят маленькую обувь. И самая большая страна все-таки это наша с вами Россия. А была разница между вот рыбой, ну, по теплоте... Обувь из рыбы, да? Да. Вот, например, разница в тепле между самым и, например, ринолимом. Но я тебе, к сожалению, не могу никак сказать по плотности кожи рыбы, но я думаю, вся она была примерно одинаковая, потому что обработка была одинаковая, и обувь доводили... кожу доводили до определенного состояния. А это было больно, когда им так загибали ноги или нет? Да, это был действительно очень болезненный процесс, и редко, конечно, это делали мамы. И в Китае даже было выражение «Мать не может любить свою дочь и ее ноги одновременно». И даже в Китае была специальная должность. Приходили специальные девушки, которые бинтовали девочкам ноги. Китай – это очень странная страна. Там даже могли рядом с дверью, чтобы другу впустить, целый час говорить, «Вы пройдите». Нет, вы пройдите. В Китае нельзя было еще произносить слово «нет» и другими способами это слово... В смысле... Нет. Слово «нет». Ну, объяснять, короче. Ну, в общем, для этого мы с вами здесь и находимся, для того, чтобы познать азы науки этнографии. Поэтому, чем больше вы будете изучать в рамках этой науки, чем больше вам будет известно о других народах. А им было удобно ходить? Им было неудобно ходить, поэтому они практически не ходили, а их именно переносили. Или они ходили, конечно же, с помощью. Девочка, вот во втором ряду, пожалуйста. Нет. У меня вопрос в том, что... Ну... Как там одевали ногу? Они, что ли, силой сгибали ногу? Да, действительно. Сначала это было силой. Но потом, когда нога уже приобретала определенные состояния, ее уже потом просто бинтовали. А почему именно четыре пальца сгибали, а не там три, два или... Очень хороший вопрос. Когда загибали четыре пальца, а большое оставляли впереди, ножка напоминала цветок лотоса, который почитали в Китае. Поэтому такие ножки назывались ножки лотоса. Давайте на все эти вопросы я отвечу вам, когда вы придете к нам в музей на экскурсию, и там мы с вами более подробно поговорим. Полина Геннадь, а вы сразу скажите, вообще это можно так вот свободно прийти в этнографический музей на экскурсию? Ну, конечно, нет. Для этого сначала нужно позвонить и записаться на экскурсии, поскольку у нас их очень много. Вам нужно позвонить по телефону. Если вам действительно интересно, вы можете посмотреть номер на сайте и прийти с экскурсией, конечно, с группой. Итак, ребята, давайте посмотрим, что мы с вами сегодня узнали. Как раз подведем итог, и вы ответите на вопросы. Кто сможет ответить на вопрос, когда появилась первая обувь? Так, пожалуйста. Ага, Арина. Представляйтесь. 26 тысяч лет назад. Как вас зовут? Как вас зовут? Крестяне в России. Из чего ее изготовляли? Так. Ой, все знают. Ага. Они носили лапти. Из чего их делали? Как вас зовут? Из коры дерева. Ага. Совершенно верно. Как вас зовут? Арина. А теперь скажите мне, пожалуйста, из чего можно изготавливать обувь, о которой мы с вами сегодня говорили. Так. Из кожи, рыбы и... Из коры дерева. Из коры дерева. Совершенно верно. Еще, возможно. Так. Пожалуйста. И еще делали из кожи рыбы. Да, мы уже сказали. Да, еще какие материалы есть. Из травы. Из дерева и лаптей. Из дерева. Сюда микрофон, вот тут рядом девушка стоит. Очень дорого. Молодец. Можно еще было из кожи животных. Да, из кожи, причем различных животных. Ну, выбирали более прочный материал, так ведь? Чтобы эта обувь была долговечной. Ну и, конечно, красивой. Обувь делали из камыша. Совершенно верно. Обувь делали из соломы, травы, камыша, кожи рыбы, обувь, кожи коровы, из шерсти и так далее. Совершенно верно. Я очень рада. Еще обувь изготавливали из овечьего меха. Да, это зимой, чтобы было теплее. Правильно. Еще делали из коры деревьев, делали из кожи многих животных и из, ну, много веществ делали. Ну да, мы уже несколько раз об этом сказали. Я очень рада, что вы внимательно слушали и все запомнили. На этом наша лекция закончена, к сожалению. Ребята, понравилась вам лекция? Давайте поаплодируем Полине Евгеньевне. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok